Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с нами на связи исполняющая обязанности руководителя Русского дома в Париже Светлана Жилина. Светлана Викторовна, здравствуйте! Вы у нас впервые, и мы очень рады видеть вас. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие гости Русского дома, которые приходят к нам регулярно, и мы этому очень рады. Светлана Викторовна, по традиции мы начинаем наше интервью с вопроса о том, как зарождался Русский дом в Париже. Расскажите немного об его истории создания и развития. История российско-французской дружбы прослеживается еще со времен Средневековья, когда королевой Франции стала Анна Ярославовна. Всем известен знаменитый визит Петра I во Францию в начале XVIII века, получивший начало более чем 300-летней истории дипломатических отношений России и Франции. Все эти годы в ту или иную степень развивались и двусторонние отношения. Однако свое официальное оформление они впервые получили в середине прошлого столетия, когда в рамках Союза советских обществ дружбы было создано общество дружбы СССР-Франция, а во Франции, соответственно, Франция-СССР. На протяжении 33 лет своего существования эти два общества эффективно функционировали и внесли огромный клад в укрепление дружбы между народами. Именно эта фундаментальная русско-французская дружба уже в новейшей истории легла в основу межправительственного соглашения, что позволило открыть в Париже Российский Центр науки и культуры, который вот уже 25 лет является местом притяжения французской публики. Французы очень любят русский дом, и это любовь взаимна. А что общего можно выделить между культурами Франции и России? Прежде всего, повторюсь, Россия и Франция – это многовековая история отношений, причем не только в политической, но и в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Франция до недавнего времени была одним из основных торговых партнеров в России и в Европейском Союзе по объему товарооборота и по объему инвестиций. В области культурно-гуманитарного сотрудничества достаточно вспомнить масштаб мероприятий перекрестного года России во Франции, и Франции в России. Это был 2010 год. Год культурного туризма – это 2016-2017 года, и года межрегионального сотрудничества – это 2021. Это из недавнего прошлого. Но ведь еще были знаменитые парижские русские сезоны, русская мода и русский стиль, и многое другое. Вообще историю культуры двух великих держав всегда интересовала народы наших стран. Для нас Франция исторически – это французский язык, это Вольтер и Дидро, Виктор Гюго и Александр Дюма, французское кино, парфюмерия и высокая мода. Для них Россия – это русский балет, это Достоевский, Пушкин, Бунин и Толстой, это живописи, классическая музыка. И при этом каждый народ страстно любит свою культуру. Так что можно отметить своеобразное духовное родство между нами. Что вам особенно нравится в стране или языке? Французы – очень воспитанные культурные нации, поражают масштаб и объем ежедневной вежливости. Бонжур, сова? Мерси, бонжурным. Добрый день, как дела? Спасибо, хорошего дня. Это стандартный набор диалоговый, произносимый французами множество раз в день, будь то покупки в магазине или встречи в русском доме. Даже во время жарких споров всегда можно услышать «Дизале, мадам», «Сожалею, мадам», или «Пардон, мадам», «Извините, мадам». Так принято. Французский язык очень красив, не правда ли? Еще французы очень трепетно относятся к истории и культуре своей. Несмотря на ряд потрясений в прошлом, им удалось сохранить и восстановить множество шедевров романской архитектуры, старинных монастырей, средневековых крепостей, замков, королевских дворцов и соборов по всей стране. Это впечатляет. Ну и, конечно же, французская кухня, которую много считают лучшей в мире. Нравится ли вам местная кухня? Может быть, у вас есть какое-то любимое блюдо, которое вас вдохновляет? Вопреки распространенным стереотипам, французская кухня настолько разнообразна, насколько разнообразна и сама Франция. В каждом регионе есть свои традиционные блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Тут и легкие блюда средиземноморской кухни, прованские специи, сырые яблоки Нормандии, устрицы, гречневые бретонские блины, вина бургундии и бордо, шампанское, коньяк и арманьяк, соусы, паштеты и террины, морепродукты, супы, знаменитые десерты и, конечно, символ Франции, знаменитый французский багет. Очень вкусное национальное блюдо – это мясо по-бургундски, говядина тушеная в густом винном соусе. Но самое любимое – это, конечно же, блюдо русской кухни. А как местные жители относятся к России? Достаточно взглянуть на карту Парижа. Мост Александра Третьего, бульвар Севастополь, площадь Сталинградской битвы и станции метро Сталинград. Улица Нормандия, Немен, Петра Великого, Москвы, Санкт-Петербурга – это и есть настоящее отношение французов к многовековой истории русско-французской дружбы. Сегодня, даже несмотря на сложную международную ситуацию, мероприятие «Русского дома» продолжают посещать люди, интересующиеся историей и культурой России. Ряд мероприятий проходит при полном аншлаге, как, например, недавний концерт народной артистки России, примы Большого театра Ирины Долженко. Для нас это очень важно. Мы получаем много писем со всеми благодарностей, со словами благодарности от простых людей за нашу работу. Это тоже показатель их отношения к России. А есть ли какие-то стереотипы у французов, у россиян? С одной стороны, наверное, существуют все нам хорошо известные стереотипы России, и в этом смысле Франция ничем не отличается от остального мира. С другой стороны, с тех пор, как мир стал более открытым, и у французов появилась возможность познакомиться с Россией поближе, в том числе благодаря проектам и программам «Русского дома», эти стереотипы перешли, скорее всего, в категорию юмора. Помимо стереотипов о нашем режиме, связанном с текущей геополитической ситуацией в Западной Европе, есть позитивные французские стереотипы, в частности, о качественной работе многофункциональных центров и высоком уровне цифровизации в России по сравнению с Францией. Возвращаясь к работе «Русского дома», хотелось бы подробнее узнать, какие же проекты реализуются сегодня. Сегодня «Русский дом» — это современный многофункциональный центр с кинозалом, библиотекой, консерваторией, детской шахматной академией и самыми популярными у парижан курсами русского языка. Мы проводим более 150 крупных культурных, образовательных и общественных мероприятий в год. Это концерты, выставки, кинопоказы, конференции, книжные салоны. Самое пристальное внимание уделяем военно-мемориальным мероприятиям, важнейшим страницам Великой Отечественной войны, российско-французскому боевому братству, работе с молодежью, образовательным и научным проектом, продвижению непосредственно русского языка, интересов субъектов и по братимству, поддержке соотечественников. Среди знаковых проектов — форум русских школ, форум породненных городов, фестиваль русских школ, фестиваль русского кино, российско-французский интеллектуальный турнир. Большой популярностью пользуются кинопоказы в рамках возрожденного киноклуба «Жар птица». Публика осталась очень довольна вкусным и теплым приемом в рамках акции из России с теплом. «Русский дом» в Париже активно участвует в федеральных проектах и программах. Новое поколение «Здравствуй, Россия!» и реализует правительственную образовательную квоту. В период пандемии мы в числе первых опробировали и внедрили так называемый гибридный формат мероприятий, что позволило существенно расширить нашу аудиторию. А кто в основном посещает «Русский дом»? Какие возрастные категории? Мероприятия «Дома» посещает самая широкая аудитория, и соотечественники, и французы, и иностранные граждане, школьники и студенты, интеллектуальные и научные круги, культурные и музыкальные сообщества, политики, общественные деятели. В зависимости от специфики мероприятия, возрастная категория варьируется. Военно-мемориальным мероприятием, в том числе освещающим вехи российско-французского боевого братства, посещают ветераны, представители военно-мемориальных ассоциаций. Проекты Центра русского географического общества посещают молодые люди от 18 до 35 лет. Мультфильмы с французскими субтитрами рассчитаны, конечно же, на детскую аудиторию, но посещают и вполне взрослые люди. Как уже сказали, молодежь и дети также являются постоянными гостями русского дома. Хотелось бы узнать подробнее, какие все-таки программы и проекты их интересуют и привлекают больше всего. По итогам прошлого года одним из знаковых мероприятий для молодежи и детской аудитории стала акция «За сесть теплом». Наибольшее количество зрителей в кинозале и гостей вокруг нарядной новогодней елки собрал кинопоказ фильм «Осказский морозко». Кинопоказы в рамках возрожденного в 2019 году киноклуб «Божжар птиц» остаются неизменно популярными. Это и современные киноленты, и советская классика. Французским студентам особенно интересны интеллектуальные игры по географии, культуре и истории России, неизвестный точнее для них жанр игровой «Что, где, когда». В этом году соответствующая тематическая игра была организована в Страсбурге для французских студентов при поддержке Центра русского географического общества во Франции. Французских и русских школьников привлекают шахматные турниры и разного рода викторины. А какое мероприятие, на ваш взгляд, стало самым запоминающимся и ярким? Среди знаковых проектов в различных областях сложно выделить один. В этом году открытие сезона «Осенний сезон. Дом» открыла народная артистка прима Большого театра Меццо-сопрано Ирина Долженко. В торжественном вечере при открытии данного мероприятия приняли участие представители посольства России во Франции, депмиссий, стран СНГ, видные французские деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, председатель Российского музыкального общества Франции, ректор Парижской русской консерватории имени Рахманинова, Петр Петрович Шереметьев, российские и французские историки, исследователи, журналисты. Вечер проходил в 36-ти градусную жару. При открытых окнах и французы из соседних домов, услышав роскошные арии солистки, попросили разрешения присоединиться к вечеру в стенах дома. Знаковым мероприятием в непросту геополитической ситуации стало также открытие выставки к 80-летию Сталинградской битвы в доме ветеранов Курбивоа, которую посетил мэр города и советник мэрии по вопросам культуры. Очень здорово. Популярно ли изучение русского языка во Франции? Какие условия создаются для желающих начать учить русский? Интерес к изучению русского языка сохраняется как в ассоциациях преподающих русский язык для билингвальных детей, так и на курсах русского языка представительства, предлагающих разные программы обучения для взрослой и детской аудитории. В прошлом году на курсах русского языка представительства занималось 800 французских граждан. На курсах работает 20 преподавателей русистов, специалистов в области преподавания русского языка как иностранного, с соответствующими дипломами. Пять кандидатов филологических наук, которые защищали диссертации в России, и три доктора на рук, которые защитили диссертацию уже во Франции. Все преподаватели регулярно участвуют в мероприятиях по повышению квалификации, как очных, так и дистанционных. Тарифы за обучение, используемые на курсах русского языка, в нашем центре ориентированы на средние городские тарифы курсов иностранных языков, различных образовательных структур и более чем конкурентоспособны. На курсах обучается самая разная категория студентов. Студенческая и профессиональная группа, к примеру, это учащиеся в возрасте с 17, 20, 25 лет, включают в себя те, кто видит перспективу использования русского языка в своей будущей карьере, а именно для работы в международных организациях по линии научных и образовательных проектов. Потомки волны первой эмиграции – это дети, школьники, студенты, взрослые. Для участников этой группы русский язык является культурным наследием. В их семьях говорили и говорят по-русски. Желание сохранить и укрепить родной наряду с французскими язык является важным стимулом для записи на курсы русского языка в наш дом. А какие образовательные направления наиболее востребованы среди ребят, которые хотят продолжить свое обучение в России? То есть какие профессии чаще всего они выбирают? Для кандидатов в рамках правительственной квоты остаются востребованные программы бакалавриата и магистратуры, аспирантуры и программы дополнительного профессионального образования. Бакалавров и аспирантов интересуют международные отношения, экономика, прикладная математика и информатика, математическое моделирование. Французы, решившие продолжить обучение в Российской Федерации в магистратуре, выбирают самые разные направления. Это и лингвистика, и биология, и менеджмент. Особенно неожиданно видеть французов на программах специалитета творческих специальностей. Актерское мастерство и режиссура, которые требуют сдачи дополнительных творческих испытаний при поступлении. А когда ребята завершают свое образование в России, продолжают ли они поддерживать связь с русским домом, когда возвращаются к себе на родину? Да, выпускники российских вузов активно сотрудничают и с представительством Россотрудничества, и с французскими организациями, и с общественными деятелями. Впервые на базе представительства Россотрудничества проводился салон регионального сибирского высшего образования, который объединил 14 ведущих российских вузов на площадке Российского Центра науки и культуры и французского агентства «Компиус Франц». Это было в 2019 году. Форум стал возможен благодаря инициативе Новосибирского и Томского государственных университетов, получившей поддержку со стороны Россотрудничества посольства России во Франции и Франции в России, а также российско-французского гражданского форума «Трианонский диалог» и агентства «Компиус Франц». Выпускников сибирских университетов. Несмотря на замороженное, в принципе, университетское сотрудничество, сейчас между нашими странами количество желающих французов и соотечественников поехать учиться в Россию в рамках правительственной квоты растет. Ассоциация выпускников МГИВО, президентом которой является Ольга Бело, проводит разные просветительские образовательные мероприятия для соотечественников как в стенах Русского дома в Париже, так и на других площадках. А что больше всего нравится и запоминается ребятам, которые приезжают в Россию по программе «Здравствуй, Россия»? Вот уже несколько лет, несмотря на логистические сложности в период пандемии и в последующие годы, Русский дом в Париже активно участвует в реализации программы «Здравствуй, Россия». Ребята из Франции – непременные участники культурно-образовательных поездок в самые разные уголки нашей страны. Нынешний год не стал исключением. Девять юных соотечественников из Франции и Андорры, а также двое сопровождающих отправились в Алтайский край, Республику Дагестан и Москву. Прежде всего, ребята остались довольны и под большим впечатлением от традиционного русского гостеприимства и открытости людей. Понравилась динамичная и живая Москва. Некоторые ребята вообще посетили столицу впервые. Сильная эмоция – это масштаб экспозиции Музея Победы на Поклонной горе и павильон авиации и космонавтика на ВДНХ. Но главное, ребята впервые увидели своими глазами настоящую Россию, удивительный национальный колорит, красивейшую природу, потрясающих местных жителей и почувствовали особую атмосферу. И что для них оказалось очень важным – это братство и дружба. Ребята вернулись во Францию с горящими глазами. И один из школьников, начинающий фотограф и журналист, 14-летний Валерий Мостаков, написал большую статью, посвященную поездке в блоге «Россия». А пользуются ли популярностью у программы «Новое поколение» и специалисты каких профессий чаще всего приезжают по этой программе? «Новое поколение», программа «Новое поколение» продолжает способствовать активизации молодежных контактов и обменов, формированию у молодежной аудитории ценностных ориентиров и укреплению имиджа страны. Среди французской молодежной аудитории, молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, наибольший интерес вызывают программы для журналистов и политологов-международников. Французы с интересом готовы посещать регионы России. Надеемся, что в этом году в программе «Новое поколение» примет участие выпускница университета Пантеон Сорбона I по специальности «Международные отношения» аспирантка, автор книги о развитии предпринимательства. Она также имеет рекомендательные письма выпускников Национальной высшей школы администрации, и желает продолжать научную деятельность и работать по специальности в России. А какие планы у «Русского дома» в Париже на ближайшее время? Буквально через несколько часов в замечательном городе Азове надежном партнере «Русского дома» откроется выставка, посвященная одному из крупнейших русских некрополей в Сан-Жен-Ивьев-де-Буа. Выставка организована представителем Ассоциации «Диалог Азов-Курбивуа» Георгием Васильевичем Ван Вином. Партнерским отношением этих городов чуть более пяти лет, но в сравнении с городами, имеющими, например, полувековые побратимские связи, они в текущей ситуации. Одна из немногих пар в Европе, которым удалось не только не потерять налаженные межрегиональные связи в различных областях, но и укрепить их. В этой связи также рассчитываем на третий форум побратимства межрегиональных связей, которые традиционно объединяют как представителей муниципалитетов, так и акторов общественной дипломатии. Ну что ж, на этом наша беседа подходит к концу. Спасибо, что смотрели нас. Светлана Викторовна, вам большое спасибо, что нашли возможность присоединиться к нам, рассказать о жизни Русского дома в Париже. Мы приглашаем всех в Русский дом в Париже, где вас ждут увлекательные и креативные проекты. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал Русского дома и Русского дома в Париже в социальных сетях. Мы желаем нашему представительству больших успехов и надеемся на успешную реализацию всех намеченных планов. Спасибо. Спасибо большое и всего доброго. Ждем в гости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok